не ржать договорились на встречу здесь рядышком вас будет встреча тут есть кофейня ну тут тенечек стали в тенечке возле местного арт-объекта и в общем вот такой вот местный арт-объект даже наверно вот так правильно показать реально живую классную машину которая наверняка еще будет ездить но стоит здесь наверно очень давно и выполняет роль мусорника вот такой вот странный автомобиль в коллекцию еще раз попал друзья всем привет тема сегодняшнего видео это как купить автомобиль по верху рынка с гарантированным пробегом в 90 2017 года а получить машину с пробегом в 200 тысяч и нифига не семнадцатого года но давайте все по порядку к нам обратился человек с просьбой посмотреть на автомобиль и его техническое состояние 2017 года выпуска и с пробегом до ста тысяч километров первое что мне не понравилось в объявлении так это то что любят писать перекупы супер макси фул вот такое вот написание этого автомобиля изучив объявление я понимаю что машина пригнана со швеции дальше я звоню человеку и прошу его предоставить какие-нибудь сведения об автомобиле альо доброго ранку декольки питань по вольву можно шведский номер можете продиктовать кого шведский державный номерный знак под какими номерами она была в швеции я уже не маю шведского номера у вас же техпаспорт я на руках в техпаспорті написано машина же на транзитах она же на украинском техпаспорті коли розмитнювали но ссылали фотографии митному брокеру и воно в архиве взагалі я завжди знаете если человек телефонует и мне задает сразу вопрос о номере и ничего не интересует мне навык с такой вот еще раз еще вибачьте связок здесь прошел что до меня телефонует людина и сразу питает ей только номер мне навык с такой людиною не хочется спілкуваться про это я в том числе что не хочется я не перекуп меню я по номеру по держномеру могу побачить историю в швеции и хочу зясовать что дейсно и таки пробег чиньи как вы заявляете вы понимаете что людину цикавить машина она по-иншому какого-то реагирует приходит дивится и потом берет лин-код иди на борьбу вы знаете вы находитесь в тернополе я нахожусь в киеве попередньо с вами люди уже спілкувались и нормальные разговоры с вами не получилось тому я запитую напрямую что не выходит у меня тоже разговоры потому что звонят дети звонят аферисты знають лин-код и мне лин-код вкрали на цей на авторе я десь закинули ну незначе не получается розмога с людьми то хай эти люди едуть особисто визбираються и пошла с таким же автомобилем окей если мы приедемо с Киева до Тернополя и з'ясуется что не так с автомобилем как вы заявляете вы компенсируете дорогу туди назад а я вас сюда запрошую чи что а если вы скажете вы кажете приезжайте подивиться автомобиль это ваши особистые питания хотите приезжайте хочется не приезжает что люди на телефону и сразу патай номер это не есть люди накопили для себя автомобиль я не я выступаю в роли эксперта мне не я не занимаюсь перепродажем автомобилев на авторе есть кузов этого автомобиля номер кузова автомобиля который пробивается по всем данным вот этот вот момент он очень важен запомните его пожалуйста чуть позже мы к нему вернемся мои доводы заказчику показались неубедительными потому что продаван навешал ему лапшу на уши в том формате что его машины точно такие же объявления продаются и в киеве и где-то еще с его вин кодами с его описанием пользуются мошенники но какое это имеет отношение к тому что продается действительно тот автомобиль он не сказал но заказчик просит мы исполняем я придумал следующую на хитрейшую хитрость в штате у нас работает девочка я ее попросил о том чтобы она позвонила и под любым предлогом вытянула информацию с этого товарища легенда следующая у нее есть щедрый муж который хочет ей на день рождения приобрести автомобиль и она выбрала именно этот автомобиль но хочется видеть того что действительно у этой машины подтверждение 92 тысячи километров и парень скидывает нам документы на этих документах видно что это действительно вольво что он действительно приехал со швеции у него там есть какие-то сервисные интервальные пробеги у него там есть много много всяких документов но нету основного очень так небрежно спрятан госномер автомобиля и спрятан вин код кузова по остаткам этого вин кода мы установили что на автория тот вин код который он предоставлен он не есть правдивый потому что последние три цифры они исправлены и они не принадлежат этому автомобилю но даже после такого заказчик все равно хочет этот автомобиль окей парень заказывает парень оплачивает едем смотрим получаем тернопольская область стоит движение перекрыли светофором и вон работяги пошли делать асфальт но мы пока ждем все как в цивилизованных странах все хорошо есть светофор а 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 у нас все классно еще можно там спилкуйтесь боя трохи заняты все поднято можно с нами все доброе вот туди можно я чего рады что я говорю вам 17-й бачите это не моя информация это звитом информация классно вы бачите документы и вы позиционируете это автомобиль как 17-й модельный рейк 17-го модельный рейк и фактичный это немного разные речи дальше у меня позвонил телефон и запись звука оборвалась очень жаль что я не смогу показать всю прелесть диалога с товарищем который продавал автомобиль но доводов показать аргумент у меня хватит для тех кто не понял что произошло я поясню значит мы ехали на автомобиль который имеет до 100 тысяч пробега по факту мы получаем машину которая в девятнадцатом году была продана с пробегом 192 тысячи и в девятнадцатом году это совсем не 31 декабря соответственно эта машина еще какое-то время ездила перед тем как ее продали соответственно имеем уже 200 дальше машина по факту вдруг оказывается почему-то шестнадцатого года середины месяца на вопрос как такое могут поставить сервисном центре слушай мы решим мы поставим мы сделаем пусть это будет на совести те кто это делает но по факту следующая перерегистрация это стопроцентный залет и откат еще на минус один год назад поэтому получаем машину шестнадцатого года и с пробегом 200 плюс выявится так что у меня будет один из пунктов при выборе если она будет выбор наступной машины только не с тернополя плохое настроение по пандос на 500 километров как минимум но не беда у нас есть машины дальше и дождь скинчился я как я хочу война все где его ставить там их а тут и стоить и не скрученный пробег у этой машины но осматривая этот автомобиль я понимаю что машина вгашена с двух сторон в общем попала на в такой своеобразный тройничок она с двух сторон крашеная по проему и крашеная с элементами и шпаклевки по дверным проемом есть проставки из каких-то масляных бочек между регулировочной петлей двери в общем то что там нарушена геометрия это даже к бабке не ходи не рублено что правый что левый прием понял что стойка роблена то это воно долезло до ней то там даже мере тебе дверица с иншой машины цены и двери тем более не будем мы в таки доли ударяться ну я нафотографовал аргументовано чтобы было так дивиться заводская точка идэ скрізь да тут бабац и не моя бел в ровно также есть очень хороший экземпляр оушен рейс едем смотреть и шо и шо ну классно что не с ним я ж нормально начебто запитывал за скільки зателефоновать ну вот я не до того просто немая сцена просто без слов мне просто нечего добавить машина жены кума попросили привезти ровенские перекупы а и и и и и и заявлено машина не бита и не крашен по факту имеем у нее крашеная правая сторона не сильно но не страшно назовем это так мы готовы с этим смириться как минимум это повод для торга но многочисленные электрические ошибки заставляют задуматься то есть есть те моменты которые решаются недорого а есть те моменты которые ну как минимум стоит задуматься например заслонки в воздушных потоков направление в приборке в торпеде дальше датчики по двигателю в опускном коллекторе обрыв цепи давление общем не работающий правильно задний правый стеклоподъемник он конечно может поддаться адаптация может и не поддаться адаптации и еще куча всего остального и парень на сумме в 24 с половиной тысячи долларов уступает всего лишь 500 долларов на устранение всех этих косяков машина хорошая машина интересная но дорого но мы-то помним что у нас есть машина в ровно на которую мы в принципе не хотели смотреть 8 вечера ищем место где посмотреть автомобиль смотрим впечатление об автомобиле очень классная ну живую машину видно сразу то есть да у нее была легкая дтп было окрашена заднее левое крыло с легкими элементами шпаклевки но сделано оно было качественно сделано оно было на дилере учитывая мелкие недостатки этого автомобиля мы получаем обоснованный торг торгуемся до двадцати двух тысяч трехсот долларов парень нормально добрался до своей области мы созванивались к моменту выхода этого видео понятно что машина уже будет оформлена почему знаю потому что он уже звонил сказал что доехал он хорошо до дома машина более чем его устраивает она не то чтобы превзошла его ожидания этот автомобиль оправдал все его ожидания и он действительно очень счастлив но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока удачи на дорогах